Это все углеводы, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Как бы ПП-продукты, но не всегда это так. В каждом уважающем себя супермаркете сегодня есть отделы продуктов правильного питания. Обычно там такие товары, которые стоят дороже своих обычных, простых аналогов. И сегодня вместе со специалистом по правильному питанию, с нутрициологом Юлией Антоновой, мы выясним, а действительно ли эти продукты настолько полезны, насколько они стоят дороже, и вообще, как правильно разбираться в этом ассортименте. Юлия, итак, мониторишь ли ты такие отделы, и что можешь сказать как специалист про это? Очень важно научиться читать этикетку. Когда мы смотрим на этикетку, по нашему законодательству на составе, там должно быть на первом месте написано того ингредиента, которого больше всего в этом продукте, и дальше на уменьшение идет. Например, берем шоколад. Очень многие люди любят шоколад. Даже если на нем написано «Съешь меня и похудей», например, но на первом месте у него стоит сахар, мы понимаем, что это не шоколад, а сахарная плитка. А чем в действительности вот эта шоколадная плитка отличается от шоколада в плане вреда или пользы для организма? В сахарной плитке, как мы назвали сахарная плитка, да, там много сахара. К чему ведет это, мы уже с вами знаем. Да, 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 мы неоднократно говорили. А теперь про ПП-конфеты. Одно другому противоречит, с одной стороны, правильное питание, с другой стороны, что-то сладкое. Как разбираться в их ассортименте, и какие из них самые полезные, а какие даже не имеют права именоваться ПП? Когда мы смотрим на батончик или на какую-то конфетку, то я бы рекомендовала выбирать белковые батончики, чтобы там был именно белок. Причем около 10 грамм на батончик белка, не меньше. То есть если там будет около в районе 2-3-5 грамм белка, то его белковым уже нельзя назвать, это просто сладкая конфетка. Также есть различные ПП-шные конфетки, да, и если посмотреть, то очень часто их состав из фиников, из кураги, а если мы посмотрим гликемический индекс фиников, то он очень-очень высокий. Самый высокий гликемический индекс именно у фиников. Поэтому, когда мы съедаем эту конфетку, она, да, будет натуральная. Там будет один финик, ну, просто финики, там может быть воды немного и может быть орешки. Натурально, да. Но для организма получается, что мы такую бомбу, маленькую бомбу замедленного действия съедаем, потому что она мгновенно повышает уровень сахара в крови. Раньше были такие диабетические отделы, где все было без сахара и сахарозаменителей. Вот чем принципиально такая продукция отличается от аналогов? Да, действительно, есть в некоторых магазинах отдельные полочки, где написано «без сахара» или «диабетические», да, и там действительно не добавлен сахар в продукты. Но если мы посмотрим на те же печенья, те же прянички или конфеты, да, которые стоят на этих полочках, это все углеводы. А мы помним, что любой углевод, он повышает уровень сахара в крови. А в какое время суток нужно употреблять сладости для того, чтобы, ну, это было максимально безвредно? Лучше в первой половине дня и лучше уже на сытый желудок. То есть человек поел, да, на десерт можно немножко съесть. Вечером я не рекомендую этого делать. А какие еще продукты в отделах правильного питания у тебя, как у специалистов, вызывают вопросы? Хлеб. Смотрим всегда на хлеб. И есть хлеб цельнозерновой, есть хлеб зерновой. Если мы смотрим хлеб зерновой, это значит, он может состоять абсолютно спокойно из пшеничной муки первого сорта, да, как и обычный белый хлеб. И там бросили два семечка, и тогда можно назвать этот хлеб зерновым. Ну, юридически можно, но когда я беру хлеб себе, я беру цельнозерновой хлеб. То есть он из цельных зерен состоит, то есть не сердцевинка, а именно с оболочкой зерно перемолотое. Это значит, там есть определенное количество витаминов в том числе, там есть клетчатка, он более полезен, и он не поднимает уровень сахара в крови. А есть ли действительно разница, какая там мука? Если говорить, из чего сделано то или иное изделие, да, то есть из пшеничной муки или кукурузной, или еще какое-то, то мука, она и есть мука, и это углеводы. То есть сказать, что сильно отличается кукурузная мука от пшеничной, я не могу, потому что тот же гликемический индекс высокий, так же мы съедаем, те же углеводы мы получаем. Снеки, хлебцы, какие-то там правильные вафли, насколько они имеют право заменять хлеб, и действительно ли это полезно? Первое, это смотреть на состав, смотреть, из чего состоят эти хрустящие штучки. Перекус, да, снеки. Да, вкусные снеки, потому что очень часто там большое количество масла, и там усилители вкуса, такие как сахар и соль. То есть это самые мощные усилители вкуса. Поэтому мы иногда можем есть, есть и не остановиться. Ну и еще добавляют там другие усилители вкуса, как глютамат натрия. В нем критичного для здоровья ничего нет, но дело в том, что действительно человек, когда ест продукт с содержанием этого глютамата натрия, то он остановиться не может, он съедает намного-намного больше. Ну и вывод из всего этого можно сделать только один. Нужно ходить в магазин, как в библиотеку, и читать внимательно составы на всех продуктов. Только так мы не попадемся на маркетинговые уловки, и только так сможем выбрать для себя только все самое максимально полезное.